Добрый день! Сегодня у Гомеля завершается специальное выездное посажение Усеогульной конфедерации профсоюзов. У первой половины дня его удельники наведали Институт лесу Национальной академии наук Беларуси. В рабочую программу Институт лесу включен не выпадково. За 30 по-шарнобыльских годов на территории Беларуси и России отрымалось вернуть у господаршей оборотка ля 120 тысяч гектаров лесов. Але это далеко не все, что опынулося на забруженной территории. Меж тем, за минулый час у Института отрыманы великий опыт вядения господаршей деятельности в таких умовах. У приватности тут распрацованы новые технологии промыслового вырошивания лясных и лековых рослин. С их выкрыстанием только за последние 5 годов на Гомельщине отрымано больше 400 тонн чистых рыбов. А про шатаго Институты активно займаются пытаниями регулирования поступления радоэнуклида у древа, а так само о поскоренной реабилитации радоактивно забруженных лесов. Про гэтым значную частку работ Гомельске вышоны проводят разом с российскими коллегами. Возвращение данных территорий в безопасное состояние, и я думаю, что подходы у нас будут то, что в России, что в Беларуси будут одинаковые. Это у нас большой плюс для развития нашего лесного хозяйства. Ранние яровы в Гомельской области посеяны на 60% площадью. У сего региона под ранние яровы зерневые и зернебобовые селета отведено 150 тысяч гектаров. На сёне засеяно больше, как 90 тысяч. При этом господарке Ветковского и Светлогорского района уже выканали задание. Что день у региона засеяные площадь повелишиваются маль на 8 тысяч гектаров. Первый этап весновой сяубы плануется завершить на протягу ближайших двух тыднях. Вы решить пытания, яки хвалюют Жихару Ругеона, допомогут промы и телефонные линии. Яны протягивают працаваць по субботах. Завтра с 9 до 12 годин звороты будет принимать первый наместник старшини Гомельского облвыконкам Александр Викторович Миколуцкий. Номер телефона у Гомеля 75 12 37. У Гомельским гарвыконками на пытании громадян откажет первый наместник старшини Павел Яуенович Паулоу. Звонковы Жихару областного центра шакают по номерам 75 19 84. У Гомеля обмерковали тему социально-отказного бизнесу. Накольки она актуальна для нашего региона, як тесно помеж уладой, бизнесам и громадствам наладжены диалог. У пытаннях разбиралася Ганна Ковалева. Вось уже 10 годов индивидуальный предпринимальник Верчеслав Перовозников постоянный гость отделения дённого и круглосуточного знаходжения дятей молодых инвалидов «Майская Кветка». Тут его называют «Дедом Морозом». И не только тому, что на Новый год он промирает на себе червоную шубу, а лея шеет тому, что сам наполняя мешок подарунками. Калістіпа пропанове улады, он пронял уделу доброчинной акции. С тэх пор усе и почалося. Я вот зашёл, и, ну не знаю, ну внутри как будто бы что-то, может быть, поменялось, может быть, сам я не знал о существовании таких центров, потому что, ну не сталкиваешься по жизни, не каждый человек знает, что существуют такие центры, которые помогают не только детям, но и семьями, родителям. Подобное отделение одзийное у Республицы Дзержавного допомогу тут отримливают больше, як 140 семью. До их подтримцы долучаются и іншые предпринимальники. Допомогают у ремонте, набыти мэбли, бытовой техники, тренажёров и пристосованию для инвалидов. К счастью, хороших людей у нас достаточно. Они очень много нам помогают уже давно. И различные мероприятия для детей проводят. И подарки к Новому году, к Рождеству готовятся. На угол таки диалог помеж уладой, приватным бизнесом и громадством у нашей країни наладжены давно. У Минску больше плённо, чем у регионах. Экология, ахова здоровья, адукация. Спектр на прамках, по яких реализуют проекты корпоративной социальной отказности, широкий. Крупные какие-то культурные программы сегодня делают уже бизнес в Минске. Допустим, сегодня в центре Минска каждое лето мы проводим крупные концерты, опен-эйры, классиковые ратуши, джазы ратуши, которые посещают порядка 40 тысяч человек за месяц. Это всё делает белорусский бизнес. Минское агентство социальных новин и Международный социально-экономичный фонд «Идея» вырошили допомогче наладить такий диалог и в регионах. Первым кроком до этого стала встреча в Гомеле. Наша область уже зараз претендует на одно из первых мест по развитию социально-ориентованного бизнеса. У каждого предпринимателя общественного объединения «Единство» есть уже систематически курируемые ими объекты, учреждения, образования, интернаты, детские дома. То есть они являются, как в старые времена советские, это называли шефами. Часом громадство негативно реагует на доброчинность сбоку бизнесменов, разглядая я ее к своей особливой пиар-ход и спробу поменьшить податки. Однако на их суммы такие инициативы предпринимательщиков не уплывают. Своя особливая выгода вядома ж есть. Хоть большинство бизнесменов про ЕЕ навык не задумывается. Это выгодно самому бизнесу. Если он не будет вкладываться в развитие того района, той области, где он работает, то по сути у него не останется никаких клиентов. Что ему дальше делать? Уходить, закрываться и так далее. Каждый бизнесмен, который работает на будущее, который строит концепцию своего развития, он понимает, что только долгосрочное вложение инвестиций в свой регион, где он работает, принесет ему в дальнейшем гораздо больше прибыли, на которую он даже сейчас и не рассчитывает. Улады, как правило, идуть на сустрач бизнесу, який выказывает жадань не принять на себе частку социальной нагрузки. У многих европейских краинах это давно стало видовочным правилом. Бизнес не может поспехово развиваться в громадстве и быть свободным от его. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, Телерадио Компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» прошел областный конкурс читальников «Заховаем свет разом». Творчат споборництва было засновано в 2008 году областным отделением Союза письменников Беларуси и проводится при поддержке Управления эдукации гомельского обл. Ваканкама. Все лета конкурс просвещен на 95 годе с дня нарожения Андрея Макайонка. В первом этапе проняла удел больше, как тысячи школьников. До третьего областного дошли 70. З них были вызначены 10 переможцев у прозе и поэзии. Перовагу отдали читальникам, які смогли выказать мастацкую задуму аутара, проявили артистичные сдольности и володание беларуской мовой. Увогуле у Беларуси проходить шмат подобных конкурсов. Однако до этого часу больше не денем, а прикладов их проведения у масштабах в области и с правым делом отделением Союза письменников Беларуси. Уникальность гомельского конкурсу якраз у тем, что школьники могут отрымать оценку аутаритетных письменников. Утым ликует их, чие творы и они агушились со сцены. То, что на нашей земле отбудется день беларусского письменства, у нас отрымливается четвертый этап. Сегодняшние переможцы, лауреаты у каждой знаменации поедут в Рогачок, где помеж ими пройдет гран-при на головной письменницкой сцене. Из рук ведущих литераторов Беларуси они отрымают у знагороды и гран-при. Японский письменник Харуки Мураками у романе «Палявание на овечек» написал, что гитаристы николи не моют посуд. Паранью руку и все же цё даремна. Цита гэта про то, что думают на эту тему музыканты у студии программы «Добрый вечер Гомель» для души Сергея Красноборот будет размовлять с организатором фестивалю «Ренессанс гитары» профессийным гитаристом Игорем Шошиным. Программа выйдет в эфир сегодня у 19.30 на телеканале «Беларусь-Чатыры». У Музея истории города Гомеля разместилась коллекция ростовых лялек рыцарев. Выстава под названием «Витязь. Моцный орешек. Середневеша» открыта в рамках проекта «Знаемы и незнаемы Гомель». Усе экспонаты створались по реальных исторических прототипах. Аутор и владельник коллекции Миколай Разреза урыхтовал сталевые уборы калятру году. Эта коллекция заявляется мастацкой интерпретацией середневешных европейских доспехов. Кожный с десяти маленьких рыцарев мая свое минулое, об яким рассказано на отломашальных таблишках. Колонная «Разынышка» экспозиции – презентация доспехов у сходни славянского воина 12-13-го стагодзеу. Над ними працавали удельники гомельских рыцарских клубов. У працы были выкористаны уникальные дадзины археологичных раскопок у Гомеля в 80-х годах минулого стагодзе. У неделю десятого красавика у Гомеля открыется велосезон. Массовый выезд велоаматоров на улице областного центра стартует сплоши Ленина у 11-й године. Колонна пройдет по Пролетарской в улице, Фрунзе, Барыкина, Рышицким проспекте и Спынница в Гомельском районе. На финише удельников шакает спортивно-забавляльная программа. Удельниками пробегу дарыши могут встать усе ожидающие. Треба проехать на площу на своем велосипеде за годину до старту. Беспеку у дороги забеспешатся працовники Держа Аутоинспекции. Гэта уже другая велопрагулка, яка будет организована под патронажем областной ДАИ. По вересні минулого года пробег «Будьма за здоровую Беларусь» собрал больше, как 100 велосипедистов. На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова